Как бы такой тест написал джуниор-разработчик? Что такое блокировка и как она работает? Вы можете взять Optimistic Log. Нужно измерить производительность каждого варианта. Эта тема была интересной, позволяет вам разделить Read Log и Write Log. Мы начинаем! Всем привет! Это Лёша, и вы на канале MGC. Сегодня мы поговорим с вами про блокировки в языке Java. Чтобы это видео было для вас максимально полезным и понятным, вам уже необходимо знать основы многопоточного программирования в Java и понимать, что такое поток. О чем же мы сегодня поговорим? Четыре ключевых момента. Первое. Мы поставим себе задачу, для решения которой необходимо понимание того, что такое блокировка и как она работает. Здесь мы с вами ознакомимся с минимально необходимой теоретической частью. Второе. Мы попробуем решить поставленную задачу несколькими способами, используя различные доступные средства. Третье. Мы посмотрим на то, какие проблемы могут возникнуть при тестировании многопоточного кода и как правильно это делать. Ну и, наконец, четвертое. Мы попробуем проанализировать все имеющиеся решения и понять, когда какое использовать и как их выбрать. Нам многое предстоит рассмотреть, так что наберитесь терпения и усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Представьте, что вы пишете многопоточное приложение, например, веб-сервис. В работе вашего приложения необходим вызов удаленного сервиса. Происходит это по следующей схеме. Сначала вы делаете REST-запрос на получение авторизационного токена, после чего полученный токен вы используете для последующих запросов. В чем здесь проблема? Каждый поток выполняет свою работу независимо, поэтому запросов на генерацию токенов столько, сколько у вас запросов в принципе. Если это происходит очень часто, то есть смысл на стороне вашего сервиса сделать специальный класс – tokenholder. Все потоки будут обращаться к нему, чтобы получить токен. По запросу, если токена еще нет или имеющийся уже устарел, то tokenholder будет делать только один раз запрос на генерацию токена и возвращать его всем, кто к нему будет обращаться. Итого, мы с вами реализуем интерфейс tokenholder. Он очень прост. В нем всего два метода – получить текущий токен и удалить заданный токен. Работать наш холдер будет по запросу. Принятие решения о дальнейшем действии будет происходить тогда, когда кто-то будет запрашивать токен. Давайте посмотрим на интерфейс, который мы будем имплементировать. У нас есть метод getToken. При вызове из нескольких потоков он должен корректно работать. Например, при вызове метода «Если токена еще нету» или «Он уже есть, но его срок действия истек», то нам необходимо сгенерировать новый токен. При этом на время генерации все потоки будут ожидать. Также корректно должен работать invalidate токен. Если сейчас в токенхолдер хранится токен с переданным значением, то после вызова этого метода, при последующем вызове метода getToken, должен будет вернуться новый токен. Не сложно догадаться, что наша имплементация токенхолдер будет являться разделяемым ресурсом. Механизм синхронизации, обеспечивающий исключающий доступ к разделяемому ресурсу между несколькими потоками и называется блокировкой. Какие в Java есть блокировки и как ими пользоваться? Давайте смотреть. Переходим ко второму пункту. Настало время для кода. Прежде чем решать задачу для многопоточности, давайте сначала решим ее для случая, когда мы точно знаем, что нашим классом будет пользоваться только один поток. Что мы здесь видим? Есть поле Supplier от TokenResponse, которое мы получим через конструктор. В этом Supplier будет инкапсулирована логика генерации нашего токена. В реальном коде приложения там будет спрятан REST-запрос, и в случае с тестами это может быть что-то другое. Класс TokenResponse — это просто дата-класс. Также у нас есть поле Clock, которое будет предоставлять нам время. Ну и последнее. Мы храним текущий токен. Метод getToken максимально прост. Если токена еще нету, или текущий момент выполнения — это момент после времени, до которого токен был валидным, то мы генерируем новый токен, вызывая метод get у нашего Supplier. И в качестве ответа возвращаем текущий токен. Метод invalidateToken также прост. Если у нас есть токен, и он равен тому, что нам дали, то мы токен зануляем. Вот и все. Все тонкости понятны. Настало время наконец-то решить задачу с использованием блокировки. Первый вариант решения задачи — использование Synchronized. Synchronized — это модификатор, который можно использовать для метода. В этом случае, даже если метод на одном объекте вызывается несколькими потоками, его тело будет выполняться последовательно, каждым потоком, ожидая каждой своей очереди. Ключевое слово Synchronized — это все, что нужно будет, чтобы наш токен-холдер работал правильно. Этот вариант решения легок и прост, но давайте его проанализируем детальнее. Чтобы понять, нужно ли нам обновлять токен, нам необходимо сначала проверить несколько условий относительно текущего токена. В целом, учитывая специфику нашей задачи, генерация нового токена не будет часто исполняемым кодом, потому что один токен можно использовать долго. Это время измеряется десятками минут. А вот проверка всех условий выполняется всегда. В целом, ничего не мешает нам делать проверки параллельно, блокируясь только для генерации нового токена. Чтобы обойти те моменты, которые я только что озвучил, мы можем воспользоваться read-write-локом. Концепция здесь следующая. Read-write-лок позволяет вам разделить read-лок и write-лок. В случае с read-локом, так как ничего меняться не будет, вы можете выполнять код, который находится под этой блокировкой, несколькими потоками одновременно. В случае с write-локом, код будет выполняться исключительно, только одним потоком. При этом только тогда, когда никто не использует read-лок. Как это работает в нашем примере? Почти вся логика выносится в отдельный метод, куда мы передаем в качестве предиката условие, которое будет проверяться, и supplier, который в случае необходимости сгенерирует новый токен. Новый метод update-token-if вернет текущий токен или новый, который был сгенерирован. Как выглядит наш главный метод? Сначала мы берем read-лок, чтобы выполнить проверку условия. В большинстве случаев она будет верной, и выполнение метода закончится. Если же условие оказалось сложным, то нам нужно будет взять write-лок. В этом случае мы опять проверим условия, потому что кто-то мог взять эту блокировку для нас. И, если нужно, сгенерируем новый токен. Легко и просто. Можно ли еще что-то сделать? Да. Начиная с восьмой версии, Java появился новый класс, stamp-it-лок, который является улучшением read-write-лок. Давайте попробуем также воспользоваться им. В этом случае меняется только код update-token-if метода. Мы опять же берем read-лок, проверяем в цикле условия, и если оно верно, значит нужно сгенерировать новый токен. В таком случае мы пытаемся преобразовать наш read-лок во write-лок. Если получилось, то генерируем новый токен и его возвращаем. Если нет, то мы делаем unlock нашей read-блокировки и берем write-лок. Потом, так как мы в цикле, опять проверяются условия, и мы пытаемся наш лок сконвертировать во write-лок. В этом месте ничего не произойдет, так как мы уже владеем write-локом. В конце, в зависимости от того, держим мы read-лок или write-лок, разблокировка произойдет корректно. Ну и последний способ, который мы тут попробуем. Stamped-лок предоставляет возможность взятия оптимистик-блокировки. Идея здесь в следующем. Вы можете взять оптимистик-лок и прочитать все необходимые вам поля объекта. Потом вам нужно проверить, валидно ли было ваше чтение. Если да, то вы можете дальше пользоваться прочтенными полями без блокировки. Как это работает? Вы берете оптимистик-лок и в цикле сначала делаете чтение поля, которое может обновиться в несколько потоков. Тут нужно быть аккуратным, потому что не каждое чтение можно производить. Про это, кстати, сказано в документации. В нашем случае токен-респонс объект является и мутабельным. Так что все нормально. После выполнения чтения вы должны вызвать метод validate, чтобы проверить, что ваше чтение не нарушено и не было никаких write-локов. Уже после этого мы делаем дальнейшее привычное нам действие. Проверяем условия. Если токен нужно обновить, то мы пытаемся наш оптимистик-лок сконвертировать во write-лок. Если получилось, генерируем новый токен, если нет, то берем полноценную в write-блокировку и начинаем сначала. Методы validate и try-convert to write-лок всегда сработают, если вы уже взяли в write-блокировку. В конце мы проверяем, использовали ли мы в write-блокировку, чтобы сделать unlock. Для оптимистик-лока unlock делать не нужно. Что ж, уже написали аж 4 версии токен-холдера, но мы даже не знаем, работают ли они. Так что сейчас часть третья. Как тестировать такой код? Давайте разбираться, как бы такой тест написал джуниор-разработчик. Это просто обычный тест, где мы два раза вызываем метод getToken и проверяем, что сапплаер был вызван только один раз. Такие тесты, конечно же, неправильные, потому что они выполняются последовательно. Проблем с многопоточностью они не протестируют. Что бы сделал middle-разработчик? Корректный тест, который использует два потока. В чем тут может быть проблема? Может получиться так, что после старта первого потока, еще до старта второго, первой уже полностью выполнится. В таком случае получается, опять же, немногопоточный сценарий. Как эту проблему решит синер-разработчик? Все потоки, которые стартуют, нужно будет немного притормозить, чтобы добиться максимально параллельного выполнения метода getToken. Эти тесты уже хороши настолько, что именно их я бы посоветовал оставить в качестве юнит-теста в проекте. Но по-хорошему, последнюю версию тестов нужно выполнить много раз, чтобы точно отловить какой-нибудь баг, если он будет присутствовать. Итого, как же наш код протестирует лид-разработчик? Он не станет изобретать велосипед и воспользуется GC-стресс. Это специальный инструмент, который как раз и позволяет тестировать небольшие части многопоточного приложения. Мы подробно не будем останавливаться здесь, только кратко отмечу, что мы создаем ситуацию, при которой метод getToken будет вызван из нескольких потоков, и потом проверяем, что наш сепплеер был вызван только один раз. Результаты выполнения таких тестов можно увидеть в генерированных репортах. Например, наш токен-холдер, который мы писали без синхронизации, конечно же не работает. Все остальные решения корректны с точки зрения синхронизации. Ну и наконец-то четвертая часть. Какую имплементацию нам выбрать? Для ответа на этот вопрос нужно измерить производительность каждого варианта. Для этого мы воспользуемся специальной библиотекой, которая называется GMH. Мы не будем рассматривать все тонкости работы с этой библиотекой. На нашем канале уже есть видео, где подробно рассматривается GMH. В нашем случае мы напишем бенчмарк, который будет замерять производительность каждой реализации токен-холдер. Измерения будут проводиться 1 секунду. При этом время жизни 1 токена 100 миллисекунд. То есть каждый ран у нас будет около 10 генераций токена. На выходе мы будем получать пропускную способность. Таким образом, чем больше значения, тем лучше имплементация. Какие мы увидим результаты? Лучше всех оказался вариант с оптимистичной блокировкой. Это ожидаемо, потому что этот вариант самый легковесной блокировки, который отлично подходит для нашего паттерна использования. А именно, частый доступ только для чтения и редкое обновление. Реализация ReadWriteLock оказалась чуть-чуть лучше у StampedLock. Ну и самое неожиданное здесь, обычный синхронист оказался лучше, чем все эти новомодные и сложные ReadWriteLock'и и StampedLock'и. Почему так получилось, мы с вами разберемся чуть позже. В настоящих условиях время жизни токена очень велико по сравнению со временем выполнения кода. В таком случае интересно посмотреть на производительность наших решений для варианта, когда генерация нового токена не будет происходить вообще. Мы проверяем производительность для случая, когда время жизни токена бесконечно, то есть вызова сапплайера не будет происходить вообще. Здесь сильно возросла производительность оптимистиклока, потому что в таком случае мы вообще никогда не берем в ReadLock. Все остальные варианты показали почти такие же результаты. Прежде чем сделать какие-то выводы касательно того, когда какой способ подойдет лучше, нужно ответить на вопрос, почему Synchronized оказался лучше ReadWriteLock, при том, что в теории он должен быть хуже. Для проверки Synchronized и ReadWriteLock давайте посмотрим на другой бенчмарк. Мы будем считать производительность суммирования тысячи элементов в коллекции, используя при этом блокировки, считая саму коллекцию разделяемым ресурсом. В случае, когда мы используем ReadWriteLock, считая сумму элементов под ReadLock, мы получаем большую пропускную способность, чем способен выдать Synchronized. Все это из-за того, что в случае с ReadLockом код может выполняться параллельно. Тогда почему в случае с TokenHolder Synchronized был лучше? Потому что код, который находится внутри ReadLock'а, выполняется очень быстро. И получается ситуация, когда взятие ReadLock'а и выполнение кода внутри него оказывается даже дороже, чем выполнение такого же кода в Synchronized блоке. Плюс ко всему, GVM умеет очень хорошо оптимизировать Synchronized. Итак, какие же выводы мы можем сделать? Простейшим способом синхронизировать доступ к разделяемому ресурсу является Synchronized. С него всегда стоит начать, если паттерн доступа к данным не очень понятен. ReadWriteLock и StampedLock можно использовать для ReadLock и WriteLock, если очевидны варианты использования, когда нужно только чтение или только запись. При этом нужно смотреть, какой именно код находится внутри блокировки. Здесь стоит помнить, что в случае с ReadLock'ом код может выполняться несколькими потоками. Если не нужна функциональность Reintrant повторного взятия для Read и WriteLock'ов, то лучше воспользоваться StampedLock. В противном же случае вам понадобится Reintrant ReadWriteLock. Возможность StampedLock пользоваться OptimisticLock'ом может существенно увеличить производительность, если доступ к разделяемому ресурсу производится чаще, чем его модификация. Создаваемый код необходимо тестировать на корректность синхронизации, если это возможно, и желательно проверять его производительность, если это важно. На сегодня это все. Если вам понравилось и вы узнали что-то новое, то обязательно ставьте лайк. Если вам эта тема была интересна и вы хотите еще видео про многопоточность, то дайте знать нам об этом в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал MGC и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Всем спасибо и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!